Всем привет! На мое удивление, одним из самых популярных видео на моем канале до сих пор остается тестирование дешевых, точнее не дешевых, а сравнение звуковых карт. У меня там была звуковая карта за 100 рублей, за 500 Орика и за 2500 Sound Blaster Play 3. Я, честно говоря, очень сильно удивляюсь, почему это видео набирает так много просмотров, но, наверное, все же тема дешевых звуковых карт, она все-таки достаточно популярная. На мой взгляд, причин для покупки дешевой звуковой карты может быть несколько. Ну, например, у вас сгорела ваша встроенная звуковая карта, вы не хотите покупать дорогой интерфейс и покупаете какой-то дешевый, просто из принципа, чтобы у вас был звук. Возможно, покупают такие дешевые звуковые карты, для устройства которых в принципе нет звука. Ну, не знаю, может быть какие-то совсем старые компьютеры или ноутбуки. И еще, возможно, есть такой вариант, что человек думает, что вот я сейчас куплю звуковую карту за 100, 200, 400 рублей, мне ее звука вот прям за глаза хватит, нафиг мне эти дорогие звуковые карты, которые стоят там несколько тысяч рублей. Больше всего меня интересует, если вы купили одну из таких звуковых карт, напишите в комментариях, почему вы ее купили, зачем она вам нужна. И, тем не менее, я решил продолжить изучение этой темы, потому что, как я сказал в прошлом видео, звуковая карта за те там 100-200 рублей, ну, звук у нее, откровенно говоря, вообще никакой. Особенно в сравнении даже со звуковой картой, ну, хотя бы за 500 рублей от бренда, от Орека. И я подумал, может быть, все-таки есть счастье, может быть, я не все изучил. И я купил несколько достаточно популярных моделей, популярных, ну, как минимум, в плане дизайна, потому что весь Алиэкспресс завален подобными звуковыми картами. Вот, например, одна из них, это серенькая, маленькая, компактненькая звуковая карта, стоимостью, по-моему, где-то порядка 110 рублей она мне обошлась. В ней нет ничего примечательного, в ней нет никаких опознавательных знаков, у нее есть лишь USB-порт, USB-штекер и два 3,5-литровых аудиовхода-выхода. Выход на наушники и вход на микрофон, розовый-зелененький. Я пытался ее вскрыть, честно вам скажу, у меня ничего не получилось. Сильно расковырить ее не стал, хотя, наверное, это не имеет особого смысла, потому что внутри, опять же, все будет плюс-минус то же самое, что у остальных звуковых карт. Следующая звуковая карта мне понравилась обилием входов-выходов. Обошлась она мне где-то рублей в 120. У нее аж 4 порта, 2 выхода на наушники и 2 входа на микрофон. Как вы позже убедитесь, эти выходы на самом деле просто, ну, распраллельны. То есть, все равно, что вы ставите разветвитель, будет эффект тот же самый. Плюс здесь есть кнопки управления громкостью, кнопка отключения микрофона и отключения динамиков. Я взял специально звуковую карту с USB-хвостом, подумал, ну, может быть, это что-то привнесет, может быть, что вот модель побольше, китайцы потратились на кабель, может быть, это что-то изменит. Тут тоже нет никаких-то особых опознавательных знаков. Знаков написано 5H2, типа, как будто бы 5 каналов, опять же, выход на наушники, вход микрофона, все, больше ничего нет. Просто, что есть USB-кабель. И самая дорогая из представленных звуковых карт, кстати, эта мне обошлась, тоже где-то рублей в 120. А вот за эту звуковую карту я дал уже около 200 рублей. Выполнена она в форме фортепиано, имеет кучу кнопок управления, тут переключение треков, регулировка громкости, плей-пауз, отключение микрофонами динамиков. Есть два светодиода на наушники, микрофон и, опять же, два 3,5-мм входа-выхода. Выход на наушники, вход микрофон. Отличается, конечно же, самое ключевое отличие, самое главное отличие это цена. 200 рублей, остальные все по 120, 100 рублей, то есть за сколько вы сможете найти. Наличие большего числа кнопок я в плюсы не отнесу, потому что это мелочь. Самое, конечно, интересное это внутренности, как оно все смотрится внутри. Маленькую карту я разобрать не смог, совсем курочить ее я не решился. А вот остальные модели разбираются без проблем. Как правило, корпуса состоят из двух половинок, которые легко разъединяются. Пайка в целом достаточно аккуратная, хотя, конечно, некоторые платы не очищены до идеала. Чипы залиты, так что узнать, что же установлено по факту, не получится. Теперь перейдем к замерам посредством Rightmark Audio Analyzer. Если говорить языком цифр, то при использовании в качестве талона звуковой карты Creative Play 3, то все четыре модели очень схожи, и лишь, пожалуй, та звуковая карта, что оснащена длинным USB кабелем, но самую капельку лучше, в плане уровня фонового шума и гармонических искажений. Но в целом разница очень несущественная. Если же снять замеры при подключении звуковых карт к самим себе, то в целом видно, что, опять же, отличия между этими четырьмя картами несущественные. А вот Орико и Креатив отличаются существенно, конечно же, в лучшую сторону. Разница видна, в первую очередь, в части уровня фонового шума, динамического диапазона и гармонических искажений. Ну а теперь мои впечатления от качества звука этих звуковых карт. Начнем с серенькой, маленькой модели. Ее звук, откровенно говоря, плохой. Нет фонового шума, я не смог его зафиксировать, но в области высоких частот есть какое-то шипение, какой-то писк. Басов очень мало и складывается впечатление в целом, что слушаешь как будто какой-то дешевый радиоприемник. То есть такой звук высокочастоты с какими-то такими вот помехами, только непосредственно в момент воспроизведения музыки, как я говорил, фонового шума, ну в принципе нет. В этом плане, конечно, хорошо. Но в целом звук какой-то, ну прям жуткий, очень резкий. Очень не понравился. Просто очень не понравился. Звуковая карта с четырьмя портами. Звучит, ну плюс-минус схоже. Высокие частоты здесь чуть менее резкие, ну и басов в то же время тут ещё меньше. Фонового шума также нет, но вот всё равно остаётся ощущение от того, что звук какой-то пластиковый, неестественный, как будто бы, ну как у дешёвой радиомагнитолы. А вот самая дорогая звуковая карта из теста в виде фортепиано имеет ещё более ужасный звук, чем у двух предыдущих моделей. Тут с басами ещё какая-то большая проблема. Какие-то не басы, а какие-то пуканьи, я прям не знаю. Высокие частоты тоже очень резкие, но зато нет фонового шума, да, это опять же какой-то плюс. Но в целом звук реально ещё хуже, чем у двух предыдущих моделей. Звуковая карта с USB кабелем по звуку мне показалась близкой к четырёхпортовой модели. Тут, пожалуй, лишь капельку лучше басы, но, конечно, всё равно они далеки от идеала. Ну и в целом звучание плюс-минус какой-то модели. То есть всё-таки есть подозрение, что на самом деле чипы здесь используются плюс-минус одинаковые, есть какая-то небольшая разница в обвязке, но в целом смысл остаётся тот же самый. Эти звуковые карты полное дно. По сравнению с Орико, качество звука, ну не сказать, что отличается прям там на 10 порядков, но разницу в цене Орико, на мой взгляд, оправдывает на все 100%. За 500 рублей Орико звучит принципиально лучше, чем вот эти звуковые карты за 100 или тем более за 200 рублей. Сегодня мы с вами поговорили о качестве звука этих моделей, а в следующем видео мы поговорим с вами о качестве записи на эти звуковые карты. Для этого я заказал на Алиэкспрессе китайский микрофончик-петличку. Это у меня Sennheiser, если кто не знает. И в следующем видео мы с вами протестируем, как же эти звуковые карты записывают звук с микрофонов, с китайского и с Sennheiser. Если видео вам понравилось, не забывайте поддержать его лайком, поделитесь им со своими друзьями. Чем больше лайков, чем больше комментариев, чем больше репостов, тем лучше мне, тем быстрее выйдет новое видео. Ну а меня по-прежнему зовут Максим, вы смотрели HP.ru. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok